всем привет подписчикам канала сегодня у нас на обзоре телевизор это телевизор полупроводниковый изумруд 40 tb 308 телевизор выпускался новосибирским заводом электросигнал предположительно 1988 года по 1994 год телевизором собран на транзисторах на микросхемах имеет импульсный блок питания потребляемая мощность 40 ватт но экземпляр пока не удалось запустить то что не исправим т.д.к.с. духим нет синхронизации это не когда креск шьет ее сильно греется всегда проблема была в этих периодах кдкс таким прошить этот кресло он сильно греется белье нет синхронизации час из этого рвет и смотрим и внутри т.д.к.с. прошива там загорелся резистор дать т.д.к.с. и пробила диода подкинул диод кассе но все равно там видать второй диод он шьет или синхронизации нет и нет смысла менять на т.д.к.с. а то что кинескоп подсевший телевизор имеет так вот унифицированную шасси скм 234 смрк вот этот всегда был их проблемный т.д.к.с. 91 тогда он приходил неисправности постоянно этот резистор сгорал тоже он почернел но это шасси стояло на этом телевизоре он вроде бы к паучно показывал но проработал на минут 10 и в т.д.к.с. дым пошел когда я подкинул у него другое шасси лежало оно тоже оказалось неисправным т.д.к.с. есть еще у этого телевизора изумруд 40 tb 308 есть еще и телевизор его двойник это у нас будет телевизор алтай 40 tb 308 который выпускал славгородский радиозавод если посмотреть задний видим надпись изумруд которая стерта видать эти корпуса покупали в Новосибирске в электросигналах то что алтай существовал в двух корпусах есть существовал в корпусах кварц 40 tb 306 либо изумруд 40 tb 308 видно что изумруд шлифанутая даже тут видно что чем то шлифовали это дело вот такие аппараты я тоже предположительно производился возможно до 94 он производился не производился вот на этом нет экземпляр алтая 92 года выпуска по деталям смотреть а изумруд 93 год там на деталях год 93 5 месяц на деталях там я думаю это выпущен середину на 93 года ой середину можно да так сказать приходилось их свое время ремонтировать менять т.д.к.с. часто из строя выходили ну и блоки питания тоже выходили из строя так же у них чаще всего это был проблема т.д.к.с. видишь сфиза также имел 6 фиксированных каналов полузвонковые регуляторы яркости контрастности громкости включение автоматической подтойки включение питания внедок до подключения наушников ну такие аппараты пишите комментируйте ставьте лайки подписывайтесь на канал до встречи